продолжаем тему подарков вы потому что новый год ну все ближе и ближе и мне кажется что это будет сейчас вам полезно на студии максим багаев наш постоянный эксперт айти эксперт у которого сейчас мы будем спрашивать максим что можно вот из гаджетов подарить друзьям коллегам близким родственникам папам мамам главное главное что-нибудь полезное действительно им нужно потому что существует старый анекдот про то как муж приходит с работы приносит какую-то очередную фигню за 100 тысяч рублей что же это такое он говорит это гаджет она говорит ну и гаджеты как бы то есть вот собственно говоря что такой ситуации не произошло то есть нужно дарить что-то как быть очень полезное то есть это первый очевидный по очевидный нужны какие-то если как бы если мы говорим о самых популярных подарков из области из области техники наушники то есть наушники до причем 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 обратите внимание что выбирая наушники для своих как бы наушники у нас на экране друзья не подумайте это гаджеты гаджеты для здоровья причем как бы причем довольно как бы там популярны такие как умные зубные щетки умные весы то есть это все до сих пор то есть у многих людей нет а это не из разряда максим этих гаджетов которые ты купила и они все время они те все время расстраивают как бы там другая история то есть у китайцев очень завышенные отношения то есть я думаю что каждый час вот лере ну как бы весы скажут что как бы вы почти в норме как бы мы с тобой мы с тобой скажем он скажет туфет с наушниками главное определить что что они как бы что они есть которые тоннельные которые вставляются и в них классно изолирует звук от там не мешает абсолютно если вы хотите купить кому-то наушники которые он возьмет с собой на работу либо будет брать с собой в командировке летать в самолете да эти наушники классные если как бы мы говорим о спортивных наушниках то это должно быть что-то такое открытые наушники не должно быть то есть тип наушников должен быть открытый услышать машину услышать машину там бы рядом находящихся каких-то как бы там велосипедистов и так далее это очень важно причем в китае есть большая такая деревня где делают копии известных шедевров то есть там они рисуют они рисуют там дега там ван гога там пикассо без проблем так вот мне кажется что там рядом находится деревня где делают наушники яблочной компании то есть сейчас самый простой совет который хочу дать если как бы вы хотите купить кому-то наушники яблочные да ни в коем случае уберите ни в коем случае не покупайте наушники за 7-10 тысяч рублей как вот это самый глупый то есть есть два вида этих наушников в деревне которые производятся реплики они стоят от полутора до там двух с половиной тысяч рублей на настоящие наушники стоят больше десяти а последний стоит больше двадцати тысяч рублей если вы покупаете наушники за 10 тысяч рублей вы гарантированно покупаете реплику просто задорого то есть правда мне кажется сейчас за 10 реплика очень дешево стоит причем их ну то есть точно так же надо быть там катя гаранжук чтобы понять что вот этот вот гоген это не гоген как бы так вот и то же самое у меня есть очень крутой коллега который как бы который берет говорит слушай я вот беру просто наушники я вижу что не серийник совпадает то есть как у хатабыча который делал одинаковые рубли то есть все кроме не может совпадающих серийников это реплика но как бы как ты смотришь по упаковке ты достаешь вставляешь это как бы это в эпл овский наушники так же да качество звучание микрофон вполне на уровне как бы то есть они хуже но как бы но тем менее 2 как бы второе очень популярное конечно направление то есть это давайте дарить смартфоны потому что сейчас дико дико конкурирует между собой китайцы то сейчас идет битва за российский рынок очень серьезно и хороший как бы телефон понятно стоит но я вам приходила рассказал что это что это от там от 20 от 20 до 50 тысяч рублей то есть у нас действительно хороший телефон и там топ топ модели там стоит и 80 и 100 а если как бы мы говорим о телефонах для наших там для наших родителей для наших детей то самые дешевые стоят примерно там 5 900 как бы то есть есть модели которые как бы который даже на алиэкспрессе нет возможности купить по этой цене в россии сейчас есть то есть если вы смотрите какие-нибудь там младший рил мимо раньше с мара младший сиоми да то есть вы знаете что вот купить ребенку смартфон сейчас стоит как бы ну действительно разумных денег если вы хотите купить своим родителям выбирайте модели с хорошими камерами будьте готовы что эти что эти телефоны будут от 15 до 25 тысяч рублей то есть но это уже дороже 3 как бы серьезное направление это к это конечно гаджеты для здоровья то есть я уже говорил то есть это зубные щетки они действительно это хорошая привычка причем если это будет зубная щетка дорогая то есть у него будет дикое время автономной работы то есть и можно будет уметь месяцами не заряжать да но интересно мне нравится что они все пытаются как-то их ну там персонифицировать то есть и например если у вас в семье несколько умных щеток то они имеют возможность выводить смайл то есть например ребенок там с таким смайлом мама короче как бы с таким этот с таким то есть и у тебя есть возможность как бы всегда короче в там видеть какая щетка твоя как бы то есть вот такие вот вещи дальше у нас конечно не хватает у нас обалденная зима то есть я вчера по там школьному двору бегал сейчас плюс один да 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 то есть это просто какой-то я посмотрю что на следующей неделе это разовая акция будет продолжаться на уровне то минус 6 минус 7 к чему максим я говорю к тому что сейчас все спортивные часы там браслеты и так далее то есть когда мы раньше говорили то есть подарите друзьям все говорили там блин ребят но на улице минус 25 этот подарок выглядит всегда очень странно на улице теперь минус 4 нормально выглядит этот подарок вообще без проблем и главное если как бы если мы говорим о семье с детьми до сих пор самый полезный подарок то есть из как бы стоящих разумные деньги то есть является умная колонка не у нас просто если раньше это были только алисы как бы то есть они были маленькие они были с часами они были как бы больше больше то сейчас сюда же можно маруся маруся она тупенькая но как бы но она зато бесплатно рассказывает сказки алиса алиса как бы алиса кид runway но нужно сначала подписку но если у вас из если у вас дома есть как бы есть компьютер есть дети которые как бы играет то есть пожалуйста то есть мой совет как бы сейчас стоимость как бы стоимость комплектующих то есть резко снизилась по своим с тем что год назад и никогда не мог посоветовать подарить игровой монитор либо игровой компьютер то То есть сейчас стоимость этих вещей упала в полтора-два раза за год. Поэтому, если вы думали собрать компьютер, если вы думали подарить что-то, что у детей вызывает эффект «ёпра-сете, папа» стало совсем по-другому, то эффект «ёпра-сете» подарил нам Максим. Максим, ну смотри, да, да, ты нам подарил этот эффект. Но смотри, мы сейчас перечислили подарки, которые чаще всего мы дарим родным и близким, правильно? Коллегам что можно? Незнакомым людям. Вот у нас буквально, в финале разговора. Самый классный автогаджеты. То есть вообще, если вы своим коллегам дарите, например, автозарядку, автодержатель, то есть держатель с магнитной зарядкой, это офигенно. То есть я тебе так могу сказать, что Руслан, если ты ему на Новый год на Тайном Санте подаришь такую вещь, он скажет вот так. Я ему подарю. И у меня, кстати, тоже нет. Я опять же, я в Тайном Санте подарю. Ждет, ждет, да. Я подарю тебе самодельную снежинку из бумаги. Спасибо. На этом все. Благодарим Максима Багаева, нашего IT-эксперта, который нам рассказал, как выбрать гаджеты в подарок родным и близким.